Нормально. Говорите. Я резник Алена. Работали в одном доме два месяца. В другом доме, не в этом? Нет, в другом доме. Частный дом, не квартира. И делали тяжелые работы. Штукатурили дом с цементом. Снаружи? Внутри. Внутри бетоном штукатурили. И начали с третьего этажа, спустились на второй. И с каждым этажом все. Больше материала уходило и больше. Это я и хозяину говорила, что идет две машины, потом три идет. Потом спустились по два, ушли четыре машины КамАЗа. Плюс цемент, плюс штробовка. И он в конце говорит, что мы не работаем, ничего не делаем. Хотя есть у нас многие знакомые, которые знают, что мы работаем. И не сидим, не отдыхаем. А сколько у вас было? У нас было трое. Еще мужчина. Но если надо, он тоже, с ним можно связаться. И последнее сдали, наверное, у нас эти, как можно сказать, силы уже. Если четыре мешал, четыре КамАЗа. Так он что, раствор приносил КамАЗа, да? Нет, песок. Ага. Потом мешаете с цементом? Потом мы мешаем с мешалкой. Все вручную, да? Все вручную таскали. На третий, на второй, на бетон. Два раза стяжку заливали. Первый раз она ему не понравилась, потому что он привез песок с камнями. И были видны камушки. Второй раз опять ему не нравится, все не нравится. И в конце, в пятницу вечером, он закрыл дом. Наша мешалка осталась на улице, лопаты, все валялось. На улице он ничего не сказав, закрыл, поменял ключи. Хотя дом был, ключи у нас были постоянно. И мы закрывали, мы открывали. И в конце, в понедельник, он сказал, в понедельник встретимся. В понедельник мы пришли 8 часов. То есть вчера? Нет, это было 2 недели назад. Ага, ага. 2 недели назад. И встретились в понедельник, сидели, ждали его с 8 до 10. Он пришел, открыл нам двери, сказал, чтобы мы собрали инструменты и вышли оттуда. Без оплаты, без ничего, да? Без ничего. И в этом проблема, что вы работали, платить не хочет, да? Да. А жаловались полицию? Я пожаловалась полицию. Вызвали полицию. Хотя полиция приехала. В каком секторе? Здесь в Кишиневе, да? В Дурлеште. 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 Город. Думбраво это Трушена. Трушена. Вперва было это все в Трушенах, но работали мы в Дурлеште. Окей. И вызвали полицию. В Дурлеште это до Полтавы, а после Полтавы уже Думбраво. Думбраво, да. Да. Мы вызвали полицию, приехала полиция. Мы заметили, что одна полиция приехала, потом вторая. И все идут к нему в кабинет, они знают, где он находится. Там дома есть кабинет, да? Нет, мы пошли к нему на работу. А где он работает? Он работает на МРО в Думбраве, имеет сервис. Государственный служащий, да? Не государственный служащий. Так МРО это же государство. Нет, МРО отдельно, у него отдельно свой сервис. А, он сервис там, возле МРО. Там, где светофор, въезд в Думбраво? Да, были на МРО. Да, я знаю, знаю то место, да. И как его зовут? Александр. И там полиция заходила? Александр и как еще? Фамилию я записала. Ага, и полиция знает, заходила к нему в кабинет? Да, я вызвала полицию, а полиция не ко мне, а к нему как будто приехала. Потом они подошли и начали грубо разговаривать со мной. Я спрашиваю, а почему вы подошли к нему? Я же вызвала. Они говорят, нет, он вызвал первого. Я говорю, хорошо. Я говорю, а почему тогда вы знаете, куда идти? И кому идти? Он говорит, полицейский, что... А он на чего жаловался? Что вы ему мешаете или протест делали? Не протест, мы не шумели. Сережа загородил дорогу, он говорит, не может пройти. Один из ваших рабочих, да? Загородил дорогу? Нет, мы сидели в машине и загородили дорогу. Но проезд можно было, машины проезжали. Ну так, полицейский нам сказал, что мы загородили дорогу, из-за этого они приехали впервые к нам. И я потом... А штрафовали вас или как бы вышло? Еще ничего не известно. Ну может быть, да? Да, сказали, что будет такое. А деньги? Когда заплатят, сказал, не сказал? Вы жаловались на это, да? Да. Я второй раз, когда полицейский ко мне подошел и спрашивает опять, чем дело, я говорю, если я вызвала 901, почему местный участковый Дубравы приехал к Саше в кабинет и пошел выяснять отношения с ним, а они с нами? В чем проблема? Что случилось? И он говорит, что он... Как сказать? Полицейский? Да, полицейский начал уже по-другому с нами успокоился. И он перестал грубо разговаривать, спрашивает, в чем проблема. А никто не записывал аудио или по видео то, что происходило с ними? Нет, не было никого. Пока. Потом уже как все рассосалось, перетихло, полицейские начали уже брать у нас заявление, показания, как было и почему, и что случилось. И по-другому начал разговаривать, когда ему сказалось, что вы взяли, наверное, деньги, из-за этого подошли к Саше первые и знаете, куда идти. Обвинили их в коррупции, да? Да. И поменялось все сразу. Поменялось, и полицейский взял заявление, сказал, что разберутся. И это было тоже неделю-две назад, да? Нет, это было в четверг. После того понедельника? Да. В четверг мы подождали. Уже 10 дней прошло как-то, да? Да. И пока ничего не изменилось, да? Да. Скоро будут две недели. И в пятницу на следующий день, наверное, что-то случилось, потому что Саша уже знал, что написано в заявлении. Я написала в заявлении, что он не заплатил, что... Саша это тот, кто нанял, да? Хозяин, да. Хозяин, угу. Я написала в заявлении, что он не заплатил, что мои дети остались без хлеба. Угу. Так и написано. Он тоже... Сколько работали там? Месяц? Два месяца. Два месяца. Все лето, да? Все лето. И это все в заявлении. И на следующий день он звонит мне в пол одиннадцатой. А вы считали, сколько должен платить вам? Да. Всем или вам? Мы посчитали. Он сказал, идите посчитайте только, что вы сделали. Угу. Кто полицейский или тот Александр сказал? Александр. Угу. Я пошла... До этого случая я пошла, посчитала. Он говорит, взял мой список и сказал, через два дня я дам ответ. Угу. Вот в понедельник, помните? А ванс ничего не платил пока, да? Нет. И в понедельник, вторник, и прошло два дня, и он говорит, что начал докапываться до работы. Это не то, то не это. Ну, все плохо. И значит, не будет платить или что? Я тоже у него спросила, давай придем к общему, чтобы не ругаться, потому что у нас в работе так, если что-то не нравится или кому-то не нравится, мы идем работаем, переделываем, может быть. Можно так, да. Да. Или суммы... А пока работа окончена, оплата никакой? Да, он говорит, что оплата произойдет, когда я пойду. Вот в пятницу он мне звонил и сказал, чтобы я пошла в пятницу, субботу, воскресенье, закончила все. Угу. Закончила все, и если я не закончу, в понедельник у меня будут проблемы. И я пошла сразу, как он мне позвонил, полодиннадцатого, вышла, и написала, сперва нас познакомила Донна Сильвия. И я написала сообщение Донна Сильвия. Я говорю, Донна Сильвия... А это кто? Полицейская женщина? Женщина, которая устроила к нам, к нему на работу. А, да-да. Посредница как-то, да? Можно так сказать. Ей? Я ей сперва пишу сообщение, говорю, Донна Сильвия, Саша звонит и сказал, что в пятницу, субботу, воскресенье, если я не закончу работу... А работа не закончена или переделывать нужно что-то? А как за работа может закончена, если дом четырехэтажный, бетон... Понятно, понятно. Вы не смогли закончить? Понятно. Мы не смогли закончить. И что ответила Наташа? А уже когда она мне звонила, я ехала в полицию опять, писать мнение. И не говорили с ней? Не разговаривала, потому что я не верю им. Понятно. Я не верю, я не знаю, что будет дальше. Я пошла в полицию, на Скулянку, рассказала, что мне угрожает, и до понедельника не знаю, что будет у меня. И они выслушали и отправляют меня в Дурлешке писать заявление. В полицию? Да. Значит, их некомпетенция, значит, это где-то там. Нет, они говорят, что я прописана и должна заявление писать по месту жительства. О-хо, непонятно. Не знаю, почему. Я не согласен. Я говорю, я просто по дороге ехала и заехала к вам. Я приезжаю... В Вуиканский полицейский... Да. Я приезжаю в Дурлешке. Позвонили, мне дали номер начальника Дурлешского поста нашего. Да, да. И позвонил, он говорит, да, на месте есть дежур, можете подойти. Угу. Я подошла, говорю, так и так, а мое заявление уже у него есть, я видела. Которые вы подали накануне, да, в четверг. Первое. И он говорит, я знаю все, давайте я разберусь сам, дайте номер телефона, я поговорю с ним. Писать больше ничего не надо, да? Писать больше ничего не надо и успокойтесь, идите домой. Угу. Я успокоилась действительно, думаю, неужели все нормально, да? Угу. Можно доверять полиции, да? Угу. Когда я выхожу и думаю, ну как так можно? Если я сегодня ни с чего не сделаю, завтра будет уже совсем поздно. Да. Вообще. И я подошла, опять еду на Скулянку, рассказываю то же самое полицейскому, у которых... Дежурный, да? Дежурный. Угу. И он тоже говорит, как так, не хотят принимать заявление. В Дурляш так, да? Угу. Я не знаю. Угу. И я написала заявление в повтор, пока все тихо и спокойно. А уже сегодня... В Буюканский... Да. Сегодня уже... В комиссариат или как его там? Да. Писала в пятницу. Понятно. Ой, боже. Десять лет назад, десять дней назад, да? Нет, вот сейчас вот... А, в прошлую пятницу, да? Несколько дней назад. Четыре, да? Понятно. Ждем. Готовы выйти на протест? Конечно. Я как раз протеста в Министерстве внутренних дел. И можно протестовать и в Буюканский комиссариат? Можно, конечно. Да. Сколько будем ждать? Я... Да... Даем им на деле? Даем неделю. Я написала в заявлении одно, как описала все было. Можно и в прокуратуру заявление писать, на полицейских уже. Да, и написала в объяснительной, что если в нашей стране все решается, они получают деньги, все делается только за деньги, человека вообще не хотят слушать. Это можно предполагать, не уверены пока, да? Пока нет у меня ни официального ответа, ни решения, ничего. Ничего нет. Может, они все решат в вашу пользу? Вы думаете? Да, я надеюсь. Так по закону должно быть, если вы правы, если вы правду сказали. А почему люди действительно работают? И вы думаете, мы с Сережей за границей тоже работали официально в Москве и тоже не заплатили. Мы приехали домой без денег. Ну, это же Россия. Я говорю, это же Россия. А когда это было? Это было 10-12 лет назад. А, да, это было давно. Говорят, и сейчас происходит так, но это же нелегально. У нас в Молдавии тоже такое происходит. У вас были такие случаи или вы слышали? Ну, у нас тут сейчас в этот случай. И многие говорят о том, что мы нелегально, неофициально работаем, ничего не будет. Я тоже так... А договора у вас никакого нету с ним, да? Только устный договор и все, да? Все равно он обязан был делать договор, а не вы. Понятно. Спасибо за доверие. Будем следить. Спасибо. 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 Я хотела спросить, Саша, когда ты рассчитаешься с нами? Давай, я не стал. Придите, закончите работу. Мы как могли ее закончить? Мы спустились в подвал и должны были закончить подвал, чтобы пришли сантехники. Ты хочешь сказать, что закончилось? Я говорю, а как я... Кто делает так, как ты меня оставляет маяки в стену и дальше шпухлевает, ставит сетку? Я тебе... Да, я вытаскивала, что ты не видел. Нет, Алёна, я тебе могу показать фотографии, видео, все, как ты оставила. Все так, где есть. Я тебе сказала, что Георгий начал эту стену, он больше ее не делает, потому что... Я с Георгией вообще не договаривался. Я договорился с тобой и с Сережей. Хорошо. Ты должен закончить работу. Вы делали эту тюрьку стену? Алёна. Не сделала. Я же тебе сказала, в пятницу, в субботу, в воскресенье люди отдыхают. В пятницу люди отдыхают. В субботу, в воскресенье. Нет, в пятницу. Просто вы разваливались в четверг. Я тебе сказал, припит в пятницу и на день работы. Чтобы я видел, сделай мне одну стену. Чтобы я видел, что вы реально можете закончить качественную работу. Мы не делали качественную работу, да? У меня записано за тратевольку. Он сказал, хорошо, мы придем. И что? Я не пришла. Я не пришла. А как я могу прийти тебе на выходные, чтобы у тебя было все готово до понедельника? Я тебе сказал, спать в пятницу. Начни работать в пятницу. В пятницу рабочий день. В субботу полдня. Как и вы работали до сих пор. Нормально? А не так, что два месяца ничего не делаете. Саша, я же тебе сказала, если мы ничего не делали, смотри по песку, сколько уходит только в подвал. Да, я вижу, что в какой песок. Вы мне сделали стяжку, что я сейчас надвергом снимаю 4 сантиметра песка. То есть там даже бетона нет, мета нет. Там ничего нет. Как можно было сделать эту стяжку, что там... Саша, мы когда заливали, пришел Георгий утром. Григорий. Я еще раз тебе говорю, я с тобой договаривался, с тобой договорился и с Сережей, о том, что вы выполните всю работу. Вы ее не выполнили, и мне сейчас приходится это все переделывать. У меня есть документы, экспертизы, которые мне это все подтверждают. И я тебе объяснил, что тебя ждет. Я тебе дал вариант, я не хотел тебе делать проблем, он ничего не хотел, я хотел по-человечески решить вопрос. Если вы по-человечески не понимаете, то так, ко мне какие-то решения. Мне никакие претензии нету, я хочу, чтобы ты понял, что мы работали только то, что ты сказал. Мы спустились на подвал, бросили не до... Если я должна достать бетон и штробить тебе, правда? Еще раз тебе говорю, у тебя не было месяц на работе, вообще ты не приходила туда, а ты работала в другом месте. Значит, я не штробила, ничего не делала. Алена, тебе надо было сделать стены, штукатурить стены. Ты штукатурила стены, ты их закончила? За работу заботите или нет? Вы за работу заботите или нет? Я тебе еще раз говорю, я тебе заканчиваю работу и все будет хорошо. Да... Ты закрыта. Давай. Ну, я закрыта. Я закрыта, я сказал. Много вам сказать. Я не пошел. Растерялась. Он растерял? В испаре, да? Нет, она растеряла. Уверю в своем, что он прав. Он сейчас, я видел, вот я прослушал его внимательно, как он говорит. Во-первых, он очень умный парень. Он не сказал, что он прав, но он собранный. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СЕСТЕ ВСЕРА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да? Господи Александру, добро пожаловать! Благо! Благо! Мы активисты. Мы продолжаем вопрос кinnen и Сергею, я получу историю эскакцию. Проектоков, я получил… Проекток и последовательность. Проектоков. Проектокова и шуток и рассказ о детали про то, что происходит. проблема, потому что мы обнаружили, что они не хотят учитать их зарплату, и они уходят четыре рода, они были сфоколицы, и мы уже адресировали к кампу мучей, и мы требуем, чтобы мы находимся более детали, потому что мы обнаружили, что они не были и у вас есть вопрос legal на дуне вашей, на дуне вашей, на лукру. И как-то ситуация здесь? Дуне ваша, вы можете сказать снова, чтобы мы знаем о дуне вашей? Дело дуне вашей, мы уже понимаем о проблеме. Мне нужно вас презентать, как вы говорите? Влад Олег Андреан. Влад Олег Андреан? Да. А, что Николас, вы знаете, организаций? Активист? Чаевик? Активист? Да, и вот тут, каевица, видишь, ты их скроешь. И, ну, не отзасыщен сам, на их скрощ, и он, ну, прям, он с леса, и чего вам ковынтуди суперари, ажа, он с лес, да? Ну, не суперари. У меня поросы... Угу. 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 writing по-думану социумом с твоей? Лzech с моему сказке, Schlisselа. Ну, а вот какая-то что-то сказала? Слушай, че lives знаете吗? Да,让rieци понимаете, чтоory 부� contact, но для вас Schisses, чтоバт проис harvesting их возникает? Для этого я вам сообщил вам, что мы не слышим еще. В том числе, когда вы сказали, что они были скрощи, мы не знали ничего. Вот это проблема. Что вы имеете в виду? В первую очередь, давайте сделаем следующий день. Будем в городе? В Чеченеу, да. Но если вы хотите, давайте поговорим и поговорим. В первую очередь, мы хотим поговорить о том, что если мы спросим на вас, вы спрашиваете, что мы не имеем ничего. Я скажу, что Александр не существует, что он у вас был в другую сторону. Понимаете, когда люди приходят в камеру, они не принесут. Думаю, что они не хотят выкладывать, чтобы они были делаем новое пол plainly. Но Налоговая инспекция instruction будет доставать. Но я не думаю, что у вас есть советы, которые не вызывают пикапы на час. Мы не адресали кэмпу Мунчи, прими, что не ответили. Но это, как и сунг легал, пусть ла лукрувостру. И я сказал, что это не легал. Николада, я скажу. Если вы хотите, чтобы вам информация, сейчас мы не узнаем. Что мы поговорим? Что мы поговорим? Что мы говорим? Что мы говорим? Мы говорим. Это в русском языке? Нет, в романе лучше. Я не хочу сказать. Что я скажу? Это первое время я слушаю в зону, не знал. Презенту эти активы чилищи, которые я не могу знать, что это или не так. Что я скажу? Дом Александр, видите, я не инсист на то, что мы не дали все информации. Мы уже приняли информацию. И мы, просто уменьши, мы хотим сейчас, чтобы мы идем и поговорим с вами. Но если вы сейчас предлагаете... Дом Александр, я скажу, что вы говорите, Дома вас, если вы скажете, что я не думаю, что мы vamos. Аでも, мы сотрудничаем вопрос? Понимаете, кто не такой ответ? Мы уже получили р teu ответ изм soirой о людях, которые не отнесли здоровье. Дом extent выяснили, что вы объяснили? Мы ужеactic enhancement insurance. Если вы putting nonetheless то Field in nos Путов, когда вы говорите с людьми, и они не дают слушать. Вы не знаете, что они вы сказали, как вы говорите? Да. Но я говорю, что они вы сказали, когда вы говорите. Мы слушали это. Они у нас снова. И мы уже ответим, что вы уже понимаете. Что это? Что это? Мы спросим, почему это не легально для вас? Это есть урока мотива для вас, чтобы вы не платите их, по-урману, заработать. И когда они платят заработать, потому что эта семья есть с большим воспоминанием. И они должны, после лечения, быть аппараты, кумут моему, как сочитаться не републично Молдови, что Молдови. У нас ждет целый час, как по наоборот, следующий ань, стату платежьте. Да, снова информация часто. Но у него три месяца, но еще информация часто пин аудио, который отзворбит у меня с кутоом на Лена. Но и на маще москутатом студия, и ма интересна у семью раздража, което я хочу, я скажу, дам даме. Даме и сказали, что «экаку, москутат, что они работают, что они не создают, что они работают в округе». Ата уже есть вариант для инженовки пациентов, чтобы не платить зарплату. Но у них уже не так спрашивали, потому что они говорят, что мы сейчас сделаем, Он говорит, что мы уже воспользуем силы, но мы имеем семьи и требуется родителем, вы понимаете? Я тоже понимаю, что если вы хотите, мы поговорим, мы уже говорим о том, что... Мы уже говорим о том, что мы слушаем вас. А то есть для чего вы говорите? Я хочу спросить, когда вы платите? А почему вы говорите, что вы говорите? Вы говорите, что вы говорите, что вы говорите? Да. Мы идем на налоговую инспекцию, в первую очередь. Да, я знаю, что налоговая инспекция для людей, которые не регистрируют людей на кэмпу мунчей, они оттуда будут отвечать больше. Я говорю, что если вы не регистрируете газы, это человек, который отвечает, то есть вы решительный, просто youtubers это не договорились. Дальше я расскажу вам не в первую очередь, когда вы не отвечаете. Но почему я требую вас решений, что вам интересно? Дальше, я вам согласен в качестве,값 вы? Мне нужно прямо секрет, да? Второй первой первой очереди... Дальше мы поговорим, если мы общаемся и discutим... Дом Александр, после лечения я знаю, что если у вас есть объяснение, когда вы говорите, то да. Но если у вас есть объяснение в «Леймаркет», то это очень хорошо. Дом Александр, вы понимаете, что вы понимаете? Я не говорю ему дать все деньги, я в конце он меня так довела, я ему сказала оставь деньги тебе, только оставь меня в покое. Он начал угрожать тебе, я вышла из дома и ты уже видел в каком состоянии. 65%